Число заболевших коронавирусом приближается к тысяче. За сутки в регионе заболели 68 человек. Один умер. Это женщина с сердечной недостаточностью. Ей был 81 год. При этом резко подскочило число выздоровевших. Из больниц выписаны сразу 40 южноуральцев. Но решение об отмене режима самоизоляции принимать пока рано. Об этом заявил Алексей Текстлер во время ежедневного брифинга с журналистами. Решение будем принимать на основе самых свежих, актуальных данных по заболеваемости и других показателей по состоянию на 11 мая. Базой будут являться данные за предшествующие 7 дней. Это половина инкубационного периода. Мы, как другие регионы, анализируем три основных параметра. Это темп прироста заболеваемости. Это свободный коечный фонд и охват тестирования на ковид. Необходимо обеспечить качественную подготовку к государственному аттестационному экзамену, к итоговой аттестации выпускников 11 классов. Решение в какой форме мы также примем 11 мая. Это будет либо дистанционный режим, либо разрешим подготовку в школе очно с соблюдением всех мер предосторожности по девятиклассникам. В настоящее время Федеральным министерством просвещения рассматривается возможность окончания учебного года без итоговой аттестации на основе текущих оценок. Что касается салюта. Ни в Челябинске, ни в других городах региона 9 мая праздничных салютов не будет. Сейчас мы не можем позволить себе скопление людей на улице. А жители захотят посмотреть салют. Мы это понимаем. Только в Челябинске на салют традиционно собиралось более 120 тысяч человек. Это слишком большой риск. А завтра мы сделаем видеозвонок. Я соберу сына. И мы вместе поговорим с дедом. Поздравим его с 9 мая. Так что все будет как всегда. Дед всегда ждет этот праздник. Для него он очень важен. Так что сделаем такой звонок и поздравим деда.